Ты отдушил Абай! Ты отдушил Абай! Ты отдушил Абай! За аппаратом Никита Лощинин, он же диджей Чех. В деле около 11 лет. Со своей музыкой он выступает в основном на сибирских площадках, а некоторые его ремиксы становятся хитами вечеринок во всей стране. Для него диджеинг это не просто переключение музыки, хотя многим, чтобы назвать себя диджеем, достаточно и этой способности. Есть вот переключатели, которые просто переводят треки. А есть диджеи техничные. Техничные они могут и поскрэчить во время выступления, и набить какие-то драм-партии, прям как на драм-машине. И немаловажно гармоничные сведения, чтобы у тебя треки переходили плавно по тональностям, ну и подачи, естественно. Но каким бы мастером ни был диск-жокей, в современной индустрии одному далеко не ускакать. За проектом диджей Чех, к примеру, стоит не только Никита, но еще и саунд-продюсер, он же композитор и мастер сведения. Российская музыка развивается, и диджеинг тоже все меньше энтузиастов, которые смогут сделать что-то в одиночку на коленке, и при этом стать популярными, или просто создавать музыку высокого уровня. Здесь есть огромное разграничение. То есть диджей – это просто артисты, так как многие наши артисты на эстраде, например, тот же Лепс, Пугачева, они сами не пишут себе музыку, они не пишут слова, они покупают музыку, и у них есть огромная команда, которая это пишет. То же самое и вот это разграничение. Диджей – это артист, который просто играет, а продюсер – это уже который продюсирует, который пишет музыку. То есть не каждый диджей является продюсером, но практически каждый продюсер может выступить диджеем. Конечно, по словам Егора, исключение есть всегда. От одного факта не отвертеться, тот же российский рэп не просто голос улиц, а уже давно индустрия. Там становится все больше денег, а в музыке чувствуется все больше работы. Диджейнг тоже не умирает, а развивается. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком.